Приветствую вас и смотрите, как обстоят дела дела. Когда человека любишь, хочешь, чтобы он был счастлив, хочешь, чтобы ему было хорошо, стремишься к тому, чтобы сделать его счастливым, чтобы наполнить его жизнь радостью, светом и так далее. И в контексте этого восприятия любви можно говорить о том, что даже если вы находитесь не с человеком, даже если он далеко, вы не с ним и вообще говоря, вы не вместе, то вам при таком отношении, при таком подходе достаточно всего лишь знания о том, что у человека все хорошо, что у человека все в порядке, что он в норме, что он здоров, не болеет и прочее. Но у вас получается так, что вы не можете человека забыть, не можете человека оставить в покое, не можете смириться с тем, что он делает не то, что вы хотите, но и так далее. Это не любовь. Это любовная зависимость. И как любая зависимость вообще, она обусловлена вашими потребностями. то есть, то, что вам нужен этот мужчина, то, что вы не можете его забыть и не можете отпустить, это связано с тем, что вам от него нужно. Через него вы реализуете какие-то свои желания, он нужен вам для того, чтобы эти желания удовлетворять и вы ревнуете его потому, что, во-первых, неуверенных в себе царствуют. Ну вот, что есть ревность? Ревность, это есть сомнение в том, что вы для мужчины единственная женщина. Но если вы для мужчины не единственная женщина, то это значит, что человек вас не ценит. Это значит, что человек не смог по достоинству оценить вас. Это значит, что мужчина не испытывает к вам серьезных чувств. И это значит, что вы недостаточно сильно ему нужны и важны. Отвечая себе на вопрос, а виноваты ли в этом вы? А виноваты ли вы в том, что вы, например, не единственная для мужчин? На самом деле, конечно же, нет. Никакой вашей вины в том, что вы для мужчины не единственная, нет. Потому что это выбор личного человека. Это выбор личного человека. А вам нужно либо этот выбор принять, либо его не принимать. Если вы его выбор принимаете, то позвольте ему быть тем, кто он есть. Принимайте его таким, какой он есть. И все. Ведь любовь – это именно принятие человека таким, как он есть. Но вы не можете. Не принимая его выбор, вы не уходите от него. Значит, вам что-то нужно. От него получить. Что-то нужно для себя. И вот об этом, об этом, и нужно с вами разговаривать. Почему вы держитесь за него? За что вы держите? Что он вам дает такого, что вы не можете получить одна? Почему вы настолько сомневаетесь в себе, что ревнуете его? Откуда ваши комплексы? Вот на эти вопросы нужно искать ответы, и тогда постепенно избавлять вас от зависимости. То есть, зависимость уйдет, как только вы достигнете следующего. Значит, во-первых, у вас будут личные границы. То есть, если у вас будут личные границы, такая область психического и материального пространства, куда не будет доступа к мужчине, а где будет единоличная хозяйка только вы. Второе. Это четкое понимание того, что вы хотите получить от мужчины. Почему не можете получить этого сами? Попытка получить это самостоятельно. Вообще говоря, деятельность по получению того, что вам нужно от мужчины, самой. А мужчину делать счастливым. С мужчиной находиться в союзе только в результате свободного акта воли изъявления. И вот это и есть любовь. Когда вы простите, что через человека пытаетесь реализовать какие-то ваши желания, и он этого не делает, то, естественно, у вас возникает зависимость. Потому что, если человек не отвечает вашим желаниям, то, естественно, возникает фрустрация. Вы хотите, что это все, а вы не можете, потому что это зависит от человека. И таким образом происходит заточение в эту зависимость, и точно с вами происходит. Измождение, разочарование и так далее. Вот и давайте мы с вами подумаем, с какого момента все это началось. Как получилось так, что ваши отношения вылились в такой вот руст, в такую вот форму. Постепенно, постепенно, все разберем, отойдем от понимания того, что это любовь, поймем, что это в первую очередь зависимость, зависимость это плохо, и начнем от вас ее избавлять. Вот и все. На этом, думаю, можно закончить. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.